Раз-два-три, раз-два-три. Ребята, приветствую вас на канале Инстапапа. Давай еще раз. Приветствую вас на канале Инстапапа. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, гремите бубенцами, оставляйте комменты. Эта серия будет крайне интересная. Почему? Потому что я приехал в автобезопасность, где мне год назад заглушили EGR и перепрошили машину. То есть двигатель и коробку. Посмотрим, что прошло спустя год. Поехали. Вот, о ком я вам говорил, Сергей. Сейчас... Ну что, как откатался? Откатался нормально. Нормально. Все, в принципе, устраивает. Но год прошел, мне сейчас... Ну давай, я сейчас посмотрю по давлению. Смотри, мне много пишут, много спрашивают, есть ли в этом смысл, в чем прикол. Я говорю, я доволен. Но людям, сам понимаешь, необходима техническая информация. Поэтому здесь был вариант один. Приехать и продиагностировать, что у нас было. Посмотрим, что у тебя под капотом там. Да-да-да. Короче, там под капотом двигатель, я ему так по секрету не стал говорить. Под капотом чистый двигатель. Чистый двигатель, да. Мне, кстати, жас. Мне тут это самое. Я запиливал серию одного на YouTube. Мне говорят, ты зачем под высоким давлением моешь двигатель? Это плохо. Типа подшипники все у тебя заскрикат, засвистят. Привет. Оль, посмотри, мы здесь глушили EGR. Посмотри, там все соединения. Как там? Ничего не отвалилось? Все нормально. А я сейчас посмотрю, внутри, что у нас в электронике творится. Да-да-да. Я думаю, все будет офигенно. Так. Маленько прослабло. Маленько это. Коль, скажи, не страшно, что чуть-чуть прослабло? Да. Я думаю, это быстрого почувствовать, если подсос возок был бы. Но подсоса не было. Ну, значит, нормально. Слушай, я тут в прошлой передаче рассказывал, знаешь, такую фишку, приводил пример коровы. Что такое EGR, да? Это корова, которая поела сено, высрала и опять поела, да? Ошибся или примерно так? В общем, получается, что забиваю всю систему впускную, а потом этот гарь начинает корябывать поршневую группу, соответственно, компрессия начинает идти к нулю быстрыми темпами. Слушай, ну я вот скажу так, вот свое ощущение, да ничего, а что ощущение? Я посмотрел, компьютер показывает на 3-4 литра меньше теперь. Сами на дизелях ездим, также все делаем себе. Слушай, а мне вот пишут, бензиновый лучше, мне кажется, дизель ловчей принимает. Дизель. Дизель можно мыть хоть с утра до вечера, ничего ему не будет. Всегда дико чистый, а бензиновый помыл, позатроил, тут блок сгорел, то есть еще что-нибудь. Слушай, вот твой ответ на тот вопрос, кто мне писал в прошлой серии, что ты что творишь, ты зачем помыл двигатель высоким давлением? Дизель можно мыть любой вообще, ему ничего не будет, у него нету сочеток зажигания, ему нечего забивать, ни бронепроводов, ничего вообще нету, все, что хочешь, делай, мой. Это мне не нравится, что его можно помыть в любое время дня и ночи. Зима, это будет ветром, все будет работать. То есть в порядке. Короче, ребят, вот знаете, дизеля можно мыть всегда, хоть струей, хоть сына него, хоть давлением сжми, без разницы. Что, Голя, посмотрел? Посмотрел, все соединение нормально, все в порядке, ничего не глюкает, все отлично. Воздух нигде не подсасывает, все в порядоке, короче. Ну вот сейчас просто позвонил, узнал про твою машину, сколько кабул добылась, у тебя софт построен на базе, то есть мы перепрошили, тебе обновили, обновились до последней актуальной версии и софт залили европейский с тюном. То есть это совсем другой софт, как вот на наш рынок идет, это переделанный софт с Европы, очень хорошая прошивка. Ну сейчас мы остановились, вот я лью два софта от АСС, мне очень нравится, ребята очень хорошо делают, это Владивосток, то есть и пользуемся лабораторией скорости, тоже шикарный софт. Скажи сразу, давайте забежим вперед, сколько сейчас стоит прошивка? Недорого, то есть первые разы, когда я купил аппарат в пятнадцатом году, то есть первый раз, когда только появилась возможность прошивать Toyota, раньше, если ты знаешь, на Toyota нельзя было прошивать, и все ходили, ставили коробочки, может быть знаешь. Я ставил на халюте коробочку. Там коробочка, которая обманывает просто по датчику давления турбины, через процессор, ну смешная вещь, конечно. Здесь изменены порядка 30 базовых параметров, там один, вот эта коробочка меняет. Но она тоже давала какой-то эффект, все равно, но от коробочек мы уже отошли, сейчас мы уже занимаемся. Так вот мы, когда купили первый этот прибор, прошивки стоили, то есть человек ко мне приезжал, оптом 25 тысяч, то есть чтобы поехала машина. Все хотели, машины ехали с небольшим дымом, но потом все откорректировалось, и сейчас мы получаем уже хороший результат. цена 10 тысяч рублей. Это будет тюн плюс отключение EGR. Сразу советую, отключайте EGR. Отключайте, отключайте, не жопьтесь. Да, не жопьтесь, потому что это система экологии, которая потихонечку убивает ваш мотор, то есть все равно убивает. Поэтому уже столько машин катается отключено, никаких проблем нет. Поэтому не пиздите. Ну что, посмотрим, что там у него по итогу. Мне просто тоже интересно понять, за год что-то меняется, не меняется. Но соляра, сам знаешь, у нас не совсем хорошего качества, поэтому здесь вопрос может не столько прошиваться. Ну вот здесь смотри, пока на холостых у тебя давление практически от заданного ничем не отличается, вот если посмотреть по параметрам. Но на ходу надо больше посмотреть, при нагрузке, конечно. Ну и что? У тебя все ровно, то есть все это отлично. Коррекция у тебя тоже все нормально. Слушай, а то, что я тебе говорил, иногда вот, ну буквально пару раз было, что он думать начинает при резком старте, это просто, видать, соляра какая-то попадается, нет-нет, да? Да. Ну, так у тебя все нормально. Ошибок это я нету. То есть год прошел, все стабильно. Все четко. Ну вот, ребят, год прошел, ничего не произошло. Сереж, ну вот смотри, прошел год, все классно, изменений никаких нет. Что за прошивка стоит на машине? От компании ISS. То есть, это владивостокские ребята очень грамотно делают решения по Тойотам, да и по многим маркам. Но, так как Владивосток и их не рынок, там они прямо разобрались досконально. То есть, прошивки не дымные, едут нормально и все грамотно. Там и по осям все красиво сделано и всякие коррекции грамотные. То есть, очень нравится. А вот смотри, открой вот такой секрет, да, профессиональный секрет ребятам, которые будут смотреть и определяться. Я знаю, что есть несколько видов прошивок. До 300 лошадей, потом можно еще мощнее раскачать. Ну, смотри, я уже говорил, что я уже практиковал со многими калибровщиками. То есть, от 1, 2, 3. Просто, мои пробы, это все выливается в финансы, это на меня ложится. То есть, я человеку уже выбрал все. Я вот говорю, вот, больше экспериментировать не надо. Был у меня такой клиент, который, а вот можно вот столько-то мне кобыл? Я говорю, можно. Вот мы ему заливаем 300 кобыл. Он покатался, хорошо, но хотелось бы побольше. Вот я хочу побольше. Заливаем, я заказываю другую прошивку, заливаем 330. Он ко мне сюда в поворот заезжал со свизгом. Он говорит, Сергей, ну, мне такая прям не нужна. Ну, ребят, вот оптимальная 310 кобыл, вот которая у тебя самая оптимальная. А 400 можно на крузака качать? давайте. Моторесурс сразу. Да, естественно, там все помрет. Да зачем? И коробка начнет там уже и в перегрев уходить и так далее. Хорошо, а вот сразу такой вопрос. Вот у тебя только Toyota прошивается или вообще все автомобили? Вообще все автомобили. Любые. Да. Слушай, у нас, у меня есть товарищ, у него Audi Q8 новая. Вот он поставил коробочку, особого эффекта он не почувствует. Не почувствует. У нас есть прошивки? Q8? Да. Q8, да. Прошивки, здесь дело даже не в прошивках. Прошивки напишут. То есть, вот как раз Владивосток, они сотрудничают с АПРом. То есть, это под Европу тоже будут прекрасные прошивки. Здесь дело в том, что каждое новое от железа требует оборудования. То есть, вышло железо, надо туда залезть. Сейчас производители, так скажем, ограничивают доступ к измененным прошивкам. То есть, софт оригинальный, пожалуйста, заливай, но только тюнинг это уже начинается наша вот эта борьба хакерская. То есть, нужно взламывать, чтобы заливать. Поэтому оборудование, оборудование, если будет позволять, у нас оно и так в принципе последнее. То есть, если выйдет обновление на это оборудование, мы зальем. Я знаю, что многие будут смотреть и спрашивать. Мы дадим ссылку, ссылка будет в описании на инстаграм. Ты готов людям где-то какой-то совет? Без проблем. Ну, а для жителей Томска, Томской области, вообще, Западной Сибири, да вообще всей России, хотите приехать, ребят, но я вам скажу так, что это не реклама, мы с этим человеком как бы нормально общаемся, качественный у него ремонт, он тут еще помимо всего этого еще много чего делает, но это не серия, не тема этой передачи, поэтому задавайте вопрос, переходите к нему по ссылке в инстаграм, смотрите, спрашивайте, люди с огромным, колоссальным опытом, я думаю, вам будет интересно, а для тех, кто будет писать всякую ахинею, ребят, вот все, что вы мне напишите, я все передам Серегу, потому что я ни хрена не профессионал, я просто езжу на этом автомобиле, ну, а уже с Серегой, наверное, совместно будем пытаться отвечать на какие-то вопросы, конечно, поэтому спасибо, что смотрели, ставьте лайки, дизлайки, гремите бублинцами, как всегда, подписывайтесь на мой канал, Серега, огромное спасибо, приезжайте, приезжайте, спасибо, что не отказал, спасибо,